А теперь, друзья, рубрика «За ценимый трек». Это рубрика, в которую присылают наши подписчики свою музыку, и мы оцениваем, ставим оценку за новое депуте. Отправляйте только авторские работы, не выпущенные, и на адрес zmt.dmixer.com. Да, потому что если они выпущены, их у нас могут забанить. Тоже все хорошо. Вот это хороший трек. Этот звук — это сэмпл, скорее всего. Это все сэмплы, да. То есть у артистов Мерди трек с таким же сэмплом, но он его раньше использовал, чем Рогич. Я поставлю четыре из-за того, что не оригинально. Да, ну, такой нормальный, полноцен трек. Да. Родийный. Ну, неплохой, кстати, реально хороший. Давай четыре с половиной все-таки. Четыре с половиной. Я тоже использую с Мишей сэмплы, но мы всегда их обрабатываем. До неузнаваемости, да? Либо нарезаете. Да, или нарезаем. Редко, когда берем в чистом виде. У меня в нескольких треках всего есть в чистом виде. Вот в «Siren Song», кстати, есть в чистом виде сэмпл. Кашмировский. Ну, у нее как раз. Потом вышла куча скандалов. Там и у Каски, там тоже один и тот же сэмпл взятый с Библы. Одно и той же. И там куча треков с этим же сэмплом, как у нее. Потом еще там у нас нескольких украинских исполнителей, такая же штука. Поэтому если вы берете сэмплы, то тогда, в общем, что-то с ними делаете. Как-то обрабатываете. Ритмику можно поменять. Там меняйте ритмику. Тональность. Ноты нарезайте. Следующий трек называется «Где твоя любовь». Мы как будто вернулись на 10 лет назад, да? Мне нравится такое, на самом деле. Я люблю такое, чуть-чуть гон именно. Должна быть какая-то именно дичь нестись в припеве. Пожалуйста, давай. Все? Покажи давай скорее. Очень много текста, много, короче, монотонности, да. То есть надо больше разграничить, и я бы укоротила реально. И, блин, какой-то нужен припев такой именно, то, что запомнится. Ну, где твоя любовь, это хорошо, покажи скорее. Но надо что-то более именно, что-то более цепкое. То, что там люди услышат и не смогут потом оторваться. Давай три поставим. Три? Да. Ну, тоже хорошо все сделано. И в стиле, в стиле вот этих двухтысячных а-ля демо «Солнышка». Да, «Клубняк-2005» там что-то такое. Ну да, ну правда реально, ностальгия сразу такая бахнула. Сейчас, кстати, это любят, ностальжировать люди. Тоже вокал, скорее всего, не свой. Прикольно. Такой релакс. Чилить можно. Идея классная, но как демка, да, звучит? Я ждала большего дропа реально, он провалил. Да, идея крутая, можно было ее прям дожать. Я тоже три поставлю. Да, была бы прям пятерочка. Два-три с половиной, это не хуже, чем вот этот предыдущий трек. Ну, первый, который. И завершающий трек называется «Илон Маск». Хватит болтать, я прошу, замолчи. Я уже устал говорить. Ротик закрою, дорогая, поверь, не есть чем тебя удивить. Подойди и пойся, и посмотри, хобби, что я прячу внутри. Как тебе такое, Илон Маск? Илон Маск. Дропчик прикольный. Как тебе такое, Илон Маск? Ну, а куплетики, конечно. Мне все, на самом деле, среднее, недо-недожали. Чуть-чуть такое именно а-ля недо-мозги такое, знаешь, именно недо. Как-то недо-прикольно, недо-пошло, недо. Ну, типа, хотели, старались сделать, а получилось, в общем, не туда и не сюда. Ну, уже надо было либо полную дичь именно нанести, либо тогда уже более заморочиться с какими-то фишками, интеллектуальными приколами, которые именно цепляли. Ну, среднее. Это два, я прям поставлю. Это минимум у нас будет. Все новые треки, которые выходят, они все хорошо собраны, но реально те, которые именно становятся хитяу и те, которые становятся легендами, они единицы. И они единицы, ну, просто потому, что ты их вот услышал и хочешь сразу слушать. То есть там все на месте, все гармонично, да, но все как-то именно, не знаю, вот в тебе откликается. Вот. А тут пока ни одного трека не было. Ань, а как ты относишься к тому, что периодически твой саунд копирует? Замечаешь ли ты это? Я это замечаю, да. Поначалу мне это не нравилось, честно. Думаю, блин, какого хера. Сейчас я уже к этому отношусь спокойнее. Это для меня лишний раз стимул опять новые тренды задать что-нибудь. Так не только саунд, стиль часто копируют, причем достаточно известные там артисты и так далее. Зарубежные или нашинские? Не зарубежные, но нашинские это вообще само собой, мне кажется, разумеющиеся. Вот. Ну, блин. Знаете, если вы уже ***, то делайте это талантливо, пожалуйста. Так что именно послушал и думаешь, ну ***, ну трек классный, блин. А если не умеете где-то это талантливо, то не делайте, все. А вот смотри, у Пирожкова был трек «Зацепила». Это считается копированием твоего стиля или это другая история? Как ты думаешь? Ну, это классный трек, но, по моему мнению, это реально, то есть это было взято именно, знаешь, как референс. Как референс, да? Да, то есть это не прямо именно плагиат, но это референс. И это очень слышно было, откуда это взято. Просто максимально было слышно, типа, какую песню кинули за референс. Но, опять же… Но сделали круто. Но он сделал это талантливо. Поэтому нормально. Он все равно туда добавил своего, он все равно, короче, то есть это, ну, была часть его, да, но слышно было, откуда брал референс. Вот так вот. Напоминаю, друзья, отправляйте свои треки в одной адрес, только авторские работы. И, кстати, отправляйте сейчас треки с пометкой «трек для радио», потому что совсем скоро я пойду на известную танцевальную радиостанцию и покажу ваши треки, собственно, этой радиостанции. Да, перестаньте юзать брасы, пожалуйста. Задолбали уже. Я уже ригаю, хожу от них. Харе.